Среди первых решений президента на посту было сокращение финансовой нагрузки для граждан. Какие меры предпринимаются для снижения закредитованности населения, поговорим об этом с экспертом. С нами на связи Ануар Карыбаев, кандидат экономических наук. Ануар Ахпар Курмитевич, прошу прощения, здравствуйте. Итак, подскажите, что сделано для того, чтобы облегчить кредитную нагрузку на казахстанцев? Добрый день, Жанна. Большое спасибо за приглашение. Проблема закредитованности одна из самых насущных, наверное, на сегодняшний день в рамках концепции Жанна Казахстана. И президент, правительство принимают все усилия для того, чтобы данную проблему максимально эффективно и с конкретными результатами решить. Делается очень много вещей. В первую очередь принимаются различные законы. Если вы знаете, с 1 января 2023 года принят закон о банкротстве. Уже порядка 70 тысяч заявлений было подано на этот период. Из них порядка 7 тысяч уже одобрено. Население должно понимать, что банкротство, при всем при том, что освобождает от кабалы долговой, и в то же время приносит с собой определенные ограничения. Говоря конкретно о цифрах, то банковская система на 2023 год выдала кредитов на сумму больше 15 триллионов тенге. Из них 9 триллионов – это потребительские кредиты. Из них при этом рост по сравнению с предыдущим годом составил порядка 30%. Можно сказать, что это существенно определенный бум кредитования. Если говорить о микрофинансовых организациях, которые по большому счету являются основным источником проблемы, так как они менее зарегулированы уполномочным органам в этой сфере, то там суммы чуть меньше, но в любом случае они тоже значительны. И доходность их, я видел цифры, составляют большие суммы. И, например, в 2021 году они увеличили с 62 миллиардов до 219 миллиардов в 2023 году. То есть почти на 350%. Это говорит о многом, что именно эту сферу государство должно регулировать. И говоря о основных причинах формирования данной проблемы, то это так называемая триада. То есть это в первую очередь социальные проблемы, то есть это низкие доходы, экономические, начиная от кризисных явлений, инфляции, ну и в целом, наверное, государственной политики, какой-то определенной, не совсем соответствующей решению данного вопроса. Ну и психологические факторы, они тоже присутствуют. Это вопросы, начиная от лудомании, которая сейчас у нас стоит одна из острых проблем, ее мы пытаемся решить. Тоже так же с принятием законов. Вот сейчас большое обсуждение идет. И говоря о количестве закредитованных, то такие интересные цифры, что за 2023 год прибавилось 80 тысяч новых людей, которые впервые получили кредит. И большая часть из них это молодые люди. И здесь как раз-таки основной риск. То есть люди с низким доходом берут кредиты. И понятно, что, как говорится, не от хорошей жизни. Одна из главных причин, это, наверное, экономическая ситуация, низкий уровень доходов. И вот, по моему мнению, в конечном итоге борьба с бедностью и повышение реальных доходов населения самый эффективный инструмент государства, который поможет снизить долговое бремя. Подскажите, пожалуйста, а есть ли гарантия, что люди, которым помогли избавиться от долгов, сделают правильные выводы? Ну, гарантий как таковых нет. Все зависит от людей, конечно. Но, опять-таки, вот сейчас в Казахстане началась программа по повышению финансовой грамотности. Все мы знаем, да, слышали, по крайней мере, о так называемых финансовых пирамидах, мошенничестве. И я думаю, что вот те планы, которые правительство себе ставит, да, там, внедрение в школе обязательных предметов по финансовой грамотности. И в целом обучение населения уже, вот я видел цифры, что 60 тысяч в этом году обучили, планы до 500 тысяч охватить этими курсами. Все это, думаю, даст положительный эффект, и люди будут понимать, что есть риски, что нужно подходить максимально рационально к такому вопросу, как получение кредитов и дальнейший возврат. Большое спасибо. И еще один важный вопрос, говоря о новом экономическом курсе, обозначенном президентом. Стоит задача удвоить объем национальной экономики к 2029 году. Насколько реалистична эта цель, по вашему мнению? Ну, говоря о реалистичности, я думаю, что в принципе, если даже не те 450 миллиардов, которые озвучил президент, но ближе к ним вполне возможно. На сегодняшний день наш валовый продукт составляет 259 миллиардов в текущих ценах. И если мы ежегодно будем, как в хорошие времена, прибавлять минимум 6%, это показатель вполне успешного экономического развития, то к 2029 году минимум в районе 400 миллиардов это будет. Но это просто абсолютные величины. Понятно, что главной целью должно быть повышение благосостояния граждан, а не различные цифры, связанные с тем, сколько у нас в долларах измеряется валовый продукт. Но за этими цифрами лежат большие мероприятия, которые осуществляет правительство. В виде того, что на сегодняшний день стоит задача развития обрабатывающего сектора, и он уже в нашем валовом продукте в отдельном разрезе почти сопоставим с обрабатывающим сектором, но при всем при этом, я думаю, что нельзя нам, как стране с богатыми ресурсами, который в какой-то момент либо потеряет свою актуальность, либо закончится, терять из виду этот важный составной элемент нашего благополучия, наших доходов и развивать. Сейчас в рамках научно-технического прогресса развивается, например, такое направление, как электромобили. У нас большие запасы в редкоземельных металлах. Государству нужно вкладывать деньги в развитие геологоразведки и дальше развивать эту сферу. Если будут благополучные цены на нефть, то опять-таки это будет дополнительным стимулом. Говоря об обрабатывающем секторе, то, конечно, сейчас у нас у всех на устах это наше машиностроение. Большие компании к нам пришли, локализация производства уже тоже довольно-таки существенная. Если мы будем дальше так двигаться, то мы вполне можем стать автомобильной державой, так сказать, которая как показатель в мире является показателем развитости обрабатывающих секторов. Конечно же, системообразующей составляющей в виде, вот сейчас обсуждается налоговый кодекс, бюджетный кодекс. Все это будет способствовать совершенствованию инвестиционного климата. Есть планы привлечь 150 миллиардов долларов у правительства. И все это вкупе должно дать тот эффект, который президент поставил для нас как задача. И я думаю, что она достижима. Большое спасибо. Я напомню, с нами был на связи Ануар Харыбаев. Ануар Акпат Курмитевич, это кандидат экономических наук. Большое спасибо, что поделились очень важной информацией с нами. Спасибо.